День добрый, с вами Смирнова Ирина. Точнее, ночь добрая. Мы сегодня с вами приступаем к работе над собственной акторской рассылкой. Результаты опроса, которые мы сделали по предыдущему видео, пришло. Ваши пожелания о том, чтобы создать оптимальную рассылку. Это замечательное решение. Только один человек у нас решил создать начальную рассылку. Остальные все занимаются оптимальной рассылкой. Поэтому мы начинаем работать с оптимальной рассылкой. К рекрутинговой рассылке мы перейдем позже. Итак, сегодня у нас планирование рассылки. Кстати, очень важный и очень серьезный момент. Первое. Что мы должны будем с вами сделать? Мы должны сегодня с вами понять, какие у нас требования к авторской рассылке. И составить план этой рассылки. Итак, требования к авторской рассылке таковы. Первое. Подписчик, тот человек, который придет к вам, захочет изучить вашу рассылку, он должен получить результат. Тогда, когда он прослушает вашу рассылку, у него в руках что-то должно остаться. Он должен суметь что-то сделать. Создать сайт. Получить какое-то количество плагинов. Похудеть. Оздоровиться. Почиститься. То есть, ну вот у нас очень хорошая тематика рассылок, но вы должны понять, что любая рассылка должна закончиться результатом. Второе. Для того, чтобы человек действительно получил результат, все ваши уроки должны иметь логику. Логику изложения. То есть от простого к сложному. То есть такое вот четкое продвижение к цели. И вот это логическое продвижение нужно очень хорошо продумать. То есть надо очень четко спланировать те ваши письма, те уроки, которые будут входить в состав авторской рассылки. Дальше. Наглядность изложения. На эту тему я хотела поговорить особо. Почему? Потому что очень многие, ну практически, наверное, процентов 40, слушатели нашей группы не хотят создавать какие-либо видео или записывать свою речь. Это такой, вы знаете, порог, который надо перешагнуть. Я вам могу сказать следующее. Авторская рассылка – это не текстовая рассылка. Авторская рассылка – это серьезная профессиональная рассылка. И она должна воздействовать на человека со всех сторон. Он должен и читать, он должен и слышать, он должен и видеть. То есть мы должны с вами воздействовать на все типы человеческой психики. Поэтому надо здесь перешагнуть через какую-то свою скромность и создать хорошую такую рассылку с хорошим изложением. Это, по всей видимости, проще всего сделать PDF-презентацию, вот как сейчас я вам показываю, да, и эту PDF-презентацию сопровождать текстом и заснимать на видео. Вот это самый-самый простой, очень быстрый результат. Естественно, надо будет к нему хорошо подготовиться для того, чтобы сделать это видео. То есть надо составить текст, надо будет какие-то там продумать моменты, как правильно изложить, может быть, даже где-то и прорепетировать. Но снимать надо будет в Камтазии студии, там очень хороший редактор. Поэтому с этим редактированием у вас, вы можете убрать все какие-то свои там, ну, какие-то слова-паразиты и так далее. Вот как я, например, мычу все время. Когда я создаю какой-то фильм, я вот это мычание всегда просто удаляю. Значит, здесь у нас такой вопрос будет. Тогда, когда у вас будет, вы будете выполнять домашнее задание, напишите в домашнем задании, это я сейчас прямо ремарку такую даю, в чем у вас малые какие-либо знания. Например, вы не можете создать ПДФ-презентацию или плохие знания Камтазии в студии. Тогда мы некоторые там пару уроков выдадим вот по этой теме, чтобы мы подтянули вот эти самые хвостики. Итак, четвертое. Это единый стиль оформления писем. Профессиональная рассылка – это рассылка хорошо оформленная. И тогда, когда у вас все письма, все ваши уроки будут созданы в едином стиле, это создать такой профессиональный подход к вашей рассылке. Потому что пятое требование – это именно профессионализм. То есть профессионализм должен быть практически во всем. Начиная с первого пункта. Вы должны профессионально подвести человека к определенному результату. Вы должны очень четко и логично, профессионально провести его по всем вашим письмам. Вы должны профессионально изложить свою рассылку. Вы должны дать профессиональный стиль, единый стиль оформления ваших писем. То есть вот все вот это должно быть под эгидой профессионализма. Итак, вот я сейчас вам покажу, что, собственно, я буду делать со своей рассылкой. Моя рассылка будет называться так. Или SEO для начинающего блогера. Я еще до конца не додумала. Мы над названием будем работать. Или это будет у меня внутренняя оптимизация для начинающего блогера. То есть вот в таком плане. Потому что помним мы, что наша рассылка, эта рассылка должна быть очень четко соответствовать тематике вашего блога. Значит, у меня тематика блога для начинающего блогера. Вот я и рассылку практически точно так же называю. Только я выделяю акцент. Делаю акцент на определенном моменте. То есть на SEO-оптимизации. Итак, я должна и вы должны точно так же сесть, взять ручку, карандаш или в каком-то файле в Word-овском, лучше в Word-овском файле, потому что вам потом будет легче скопировать и сдать это домашнее задание мне. Вот точно так же подумать и написать первый пункт. Он состоит у нас из двух моментов. Это цель, которую вы преследуете своей рассылкой, и результат, который получит человек в результате получения вашей рассылки. У меня цель дать начальное знание по внутренней оптимизации блога. Результат научить подписчика техники оптимизации статьи. То есть вот техника оптимизации статьи, ну может быть я еще поставлю задачу создания SEO-ядра, то есть более подробно может быть семантического ядра, может более подробно об этом буду говорить, то вот сейчас на данный момент цель, результат у меня такой. Вы должны помнить, что то, что вы сейчас пишете, оно все равно в любом случае будет слегка корректироваться. Но надо сейчас максимально приблизить вот эту информацию к окончательному результату. Второе. Составляете план рассылки. То есть тематику, не надо сейчас пока писать такие заголовки, зазывающие какие-то, да. Сейчас вот вы прямо конкретно составляете логический план вашей рассылки. У меня рассылка будет состоять из пяти уроков. Первое. Это понятие SEO, понятие трех игроков на поле. Второе. Это детальное знакомство с игроками, то есть целевая аудитория и поисковая система. Дальше мы создаем семантическое ядро, получаем технику подбора слов правильную. Четвертое. Это мы оптимизируем документ. И пятое. Это юзабилити и внутренняя перелинковка. То есть это начальные такие понятия. Вот такая у меня будет рассылка. Вы точно так же пишите план своей рассылки. Дальше. Третий пункт. Как я буду излагать свою рассылку? Я буду делать PDF-презентации. Буду снимать их в Camtasia Studio. Но у меня еще плюс ко всему будет заснятие экрана, потому что у меня такая рассылка. Хочешь, не хочешь, мне надо показать экран. И как работать в интернете для получения данного результата. И третье. Я, так как у меня достаточно большая тема получается, а уроков всего 5, то я в каждом уроке буду создавать по... выдавать по 2-3 небольших видео. Мы должны помнить с вами, что видео, например, часового формата это очень тяжелое видео. Поэтому хорошо сделать видео там 12-15 минут и попытаться концентрированно дать вот эту информацию, ту самую нужную информацию, которая нужна в данном случае в вашей целевой аудитории. Помним, да? Тематика блога, тематика рассылки бьет все время в одну и ту же целевую аудиторию, бьет все время в одну и ту же цель. Четвертое. Стиль письма. Значит, у меня будет формат такой. На почту рассылщик, на почту я буду загружать текстовые короткие письма, которые будут представлять из себя следующий текст. Доброе утро, уважаемый подписчик. Сегодня у нас с вами первое занятие нашего курса. На этом занятии вы получите то-то, то-то, то-то. Значит, в результате вы сможете понять вот такие-то, такие-то моменты. А сейчас приступаем к просмотру урока. Перейдите, пожалуйста, вот по этой ссылке. То есть, очень коротенькое письмо. И переход со ссылки идет на одностраничник. Одностраничник я буду делать вот в своем конструкторе, который я вам показывала. Он очень удобен и самое главное там очень хорошо и просто можно как сказать аккуратно сделать вот этот одностраничник. И на этом одностраничнике в одном один и тот же стиль все пять уроков будут. Я там расположу там несколько видео. плюс ко всему я дам небольшой пояснительный текст. Я дам ссылки на какие-либо источники, которые надо будет скачивать может быть информацию какую-то или выходить на какой-то ресурс. Я дам ссылку на свой блок и я дам ссылку на свои контакты. И вполне вероятно ну естественно там будут у меня социальные кнопки чтобы люди могли поделиться. И естественно я запрошу у людей информацию о том понравился ли им этот урок и что они хотели бы еще увидеть и что хотели бы услышать. То есть вот такой у меня будет стиль просылки. Так будут построены все пять писем. И последнее естественно пятое вылизывание продукта. То есть вы должны продумать те инструменты с которыми вы будете работать. Именно те инструменты которые вы лучше всего знаете. То есть продумайте как вы будете оформлять продумайте как вы будете говорить продумайте какими программами вы будете пользоваться. То есть вот эти вот все вещи вам нужно обязательно продумать. Вот в таком плане вы должны будете написать за понедельник вторник и к концу во второй половине вторника должны мне будете сдать домашнее задание. Значит я понимаю что я веду вас как ну как в школе будем говорить может быть кого-то это даже раздражает что я требую от вас домашние задания но я просто сужу по себе. То есть я знаю что если мне дали задание я его выполняю. Вот у меня такой характер понимаете. А вот если мне скажут что там надо что-то можно там ну так подумать как-то там решить то я могу это дело и не сделать. Нам нужно с вами результат. Вот чтобы мы получили результат пожалуйста выполняйте домашнее задание. А домашнее задание в этот раз очень непростое. Значит первое это вот то что я вам сейчас показала вы должны будете записать обязательно посмотрите я вам выделила обязательно и записать красным и большими заглавными буквами. Почему еще раз повторяю когда вы будете просто думать это одно когда вы запишите это совсем другое и вот то что вы запишите в ордовском документе прямо скопируйте аккуратненько и в комментарии блога вот я сегодня практически переговорила со всеми нашими со всей нашей группой там может быть человека 2-3 с кем я не переговорила кто не вышел на меня по поводу своей собственной рассылки это практически те люди у которых уже рассылка авторская есть ее нужно только может быть долизать и каким-то образом вот так вот вставить так чтобы это был действительно какой-то результат так вот мы с вами обговорили все я практически знаю все ваши рассылки теперь я хочу видеть как вы будете с ними работать поэтому то что вы сделаете пожалуйста выдать опубликуйте там комментарии чтобы я могла просмотреть посмотреть может где-то какие-то как-то что-то исправить потому что после разговора я очень четко вижу и понимаю кто чем хочет заниматься и может какие-то выходы в сторону мы сможем с вами ну как-то предотвратить второй пункт это такой очень серьезный пункт над которым нужно подумать вот мы с вами перед тем как делать рассылку то есть как только запускать рассылку у нас с вами будет сайт воронка в этом сайте воронки вы будете делать маленькое полутора минутное двухминутное а может быть даже минутное видео где вы должны рассказать человеку о чем ваша рассылка мы сейчас сайт воронку делать не будем но вот текст этого видео нужно написать сейчас почему потому что это опять очередное такое вот результативное мышление того что вы получите в результате вернее как вы будете вести вот эту рассылку и что получит в результате этой рассылки ваш подписчик вот посмотрите план такой будет у нас первое вы представляете например я буду говорить здравствуйте я смирнова Ирина такая-то такая-то и то-то то-то да второе почему вы приняли решение по созданию такой рассылки например я могу сказать что у меня очень часто в комментариях на блоге пишут хотят узнать информацию о том как правильно оптимизировать блог поэтому я приняла решение о создании такой рассылки буквально два предложения вы можете например там написать я вижу что очень многие люди там очень имеют излишний вес поэтому я хочу помочь этим людям и у меня есть такая возможность у меня есть знания у меня есть опыт поэтому я хочу поделиться своим опытом или там почему вы решили там потому что вы понимаете что человек начинающий блогер ему нужно обязательно установить какие-то определенные плагины поэтому я даю вам комплект этих плагинов вот в таком плане третье что получит подписчик в результате изучения вашей рассылки я пишу что вы после того как мы изучим здесь материал вы научитесь делать то-то то-то и то-то второй вариант после получения рассылки после изучения этой рассылки вы похудеете там не знаю на сколько килограмм если вы возьмете себя в руки то вы будете не только там похудеть самое главное вы себя оздоровите и так далее вот в таком плане дальше в каком формате вы будете преподносить рассылку рассылка у меня я буду говорить моя рассылка будет состоять из пяти уроков где я буду вам рассказывать пошагово как правильно ну как уложить в голове как понять и так далее то есть вот в таком плане точно так же и вы пишете и пятое вы пишете у нас будет там пять писем в котором первый шаг то-то, второй шаг то-то, третий шаг то-то и так далее. Все. И предлагаете человеку приступить заполнить форму и получить мгновенно, получить доступ к вашей рассылке. То есть, ну вот это вот получить форму, заполнить форму и так далее, это мы будем дорабатывать потом. Самое главное сейчас записать вот этот вот текст. Было бы очень хорошо, если бы этот текст вы тоже сбросили в комментариях. То есть, я бы уже видела тогда, сравнила то домашнее задание, которое вы делаете, и вот это вот введение. То есть, было бы понятно тогда, о чем у нас идет речь. Договорились. Тогда домашнее задание понято. Вам два дня, это понедельник сегодня у нас и вторник. После обеда во вторник я жду вашу информацию. Значит, мы договариваемся так вот. Кто дает домашнее задание, с теми я работаю вплотную в личном чате и так далее. Кто будет отставать, но если это без уважительной причины, то тогда у нас просто времени не будет возвращаться опять к каким-то предварительным результатам. Договорились. Итак, всего доброго. Приступаем к работе. Впереди у нас очень много работы по созданию нашей собственной ресепты. Продолжение следует... Продолжение следует...